доброго времени суток всем хочу сегодня поговорить по поводу какой кардиан брать с омского завода или с ярославского завода собственно назовем эту рубрику история из жизни и так недавно на днях ко мне в магазин заходит клиент будем называть его василий васёк вася и вася говорит хочу купить я кардиан но я хочу именно с омского завода не с ярославского можно будет узнать что шина который вы мне привезете будет с омского завода я у него начинаю узнавать почему собственно вы решили что с омского завода шины лучше чем с ярославского завода и слышит такую историю вот был у него кардиан зимний который стоял на автомобиле и он точно знал что он с ярославского завода потому что когда он его покупал ему сказал продавец менеджер магазине что он с ярославского завода вася попал собственно какую-то кочку либо у него скорее всего была грыжа на колесе большая снутренней стороны он ее просто не видел и залетел в яму или на кочку и у него взорвалось колесо вася вышел из машины посмотрел на это колесо и увидел как он это объясняет как же он сказал но вы все знаете с чего кама делается сейчас напишите в комментариях сажа сажа он сказал я увидел много сажи она делается из сажи на самом деле это была резиновая стружка или резиновая крошка это называется у меня давным давно было видео сейчас я прикреплю такой скриншот она называется что будет если один километр ехать на спущенном колесе там я сверлил дрелил резину и собственно в колесе еще была резиновая крошка которая образовалась за счет того что были дефекты повреждения шины и она раскрошилась шина раскрошилась это резиновая крошка вот он говорит это сажа на сделанный сажа я хочу с омского завода на омском заводе она лучше но собственно с чего я начал ему объяснение с того что станки все материалы резиновая смесь все компоненты и формулы по которым льется резина она идентична что на ярославском заводе что и на омском заводе это будет все одинаково единственный фактор который может быть это фактор человеческий то есть разные смены например на ярославском заводе в одной смене работает алёша который любит употреблять алкоголь и он может что-то перепутать и не добавить например нужное количество силики в резиновую смесь а на омском заводе этот алёша не работает там все четко там работает хорошие женщины например лариса и клава которые всегда знают что добавлять и всегда действует по формуле всегда льют классную резину это человеческий фактор фактор того что какое-то разное оборудование или разная смесь или еще что-то он отсутствует этого нет то есть резина должна быть одинаковые на том заводе и на том просто человеческий фактор я думаю вы понимаете о чем я говорю то есть я объяснил власти что не зависит это где резина произведена на омском заводе или на ярославском заводе это без разницы можешь брать любую но фактор человеческий ты никак не уберешь она может быть лучше отлить а может быть хуже а то что ты видел это резиновая крошка это не сажа вот и собственно чем я хочу закончить это тоже самое что я говорю когда я предпочитаю выбирать резину импортную которая сделана за границей хэнку корейский там или мишлен испанский или бридж стоун который не в россии сделано в японии сделан который сейчас уже сложно найти потому что там через человеческий фактор сведен к минимуму там производстве налажено автоматизировано там человек практически ни за что не отвечает он отвечает за то что на несколько кнопок надо нажать и вся смесь полилась шина начала вариться вот за что он отвечает то есть минимизирует человеческий фактор у нас он еще не минимизирован поэтому я всех призываю покупать шины либо заграничного производства либо заводов которые уже в россии или в китае наладили такую автоматизацию то есть новые заводы например мишлен и новый завод или бридж стоун и новый завод думаю вы меня услышали видео можно принципе заканчивать по этому поводу всем спасибо кто просмотрел поставили лайк подписались на канал мне естественно будет от этого приятно приятно всем удачи ни гвоздя ни жезла всем спасибо всем пока